Всем привет, с вами Суперстас, и это самый долгожданный ролик на моем канале, потому что мы будем пробовать доширак из разных стран мира. Я позвал своих друзей и посмотрим, разбираются они в этом или нет. Так что хватит болтать, погнали жрать. Правила игры такие, мы должны угадать страну, попробовав это, да? Бам! Сюда! Блин, интересно, какая это страна, как ты думаешь? Беларусь. Польша? Вьетнам? Казахстан. Я не ебу. Парни, у вас нет шансов, вы понимаете? Так, ну что, ребят, все просто, вы пробуете доширак, и вы должны попробовать угадать страну. Если вы вот так вот просто наобум хуярите, два балла. Я всем даю флаг и угадываете, одну очку. Ну что, представьтесь. Здравствуйте, о, блядь, не та камера. Здравствуйте, друзья, меня зовут Алексей Пчелкин, а рядом со мной Димка Скиллзор. Я тебе представлял. Представляй. Дмитрий Скиллзор. Друзья, мы сегодня здесь, чтобы попробовать лапшу. А мы у кого на канале? У Димы Масленникова или у Суберстаса? У Суберстаса, блядь, или это? Но у меня, в принципе, такой, я хожу, жру вот это. Он горячий. Полная хуйда. Димочка, пробуй, дорогой. Давай. Ну, по запаху ничем не отличается вообще. Запах такой же, как и у обычного Доширака. Нет, это не Доширак. Точно? Во-первых, если это был бы куриный Доширак по этому цвету, он бы не был таким остреньким. А она остренькая. Это что значит? Что это не Доширак куриный 100%. А больше Дошираков острых нет. Только вот этот красненький. А он не красненький. Короче, это не Доширак 100%. Это не Роллтон 100%. Короче, на самом деле вкусненько. Либо я просто жрать хочу. Ну, мне не нравится, если честно. Не до конца заварился. Так это проблема, не лапши, брат. Занимательный факт. Доширак острый куриный есть. Он отдельный, он темнее просто этикеточка. Опа. Знаток Доширака. Не, да. Тоже верно. Более или менее нормально. Но это невозможно определить, в какой стране. Ну, невозможно. Рандомно чисто если. Ты что будешь называть? Индонезия. Давайте так скажу, что это поближе к нам по духу. Поближе к России. Беларусь. Больше? Казахстан. Ну-ка давай. А, Кыргызия. Кыргызстан. Ну, если рядом с Казахстаном, я был более или менее прав. На К начинаются, по крайней мере, оба. Не, нормально. Тебе не понравилось? Мне нет. Ну, мне нормально. Ну, хорошо, давай по 10 балочке. 6. Я даю семерочку. Ну что, следующий шанс. У вас уже есть одно очко на двоих. Поехали. Одно очко на двоих. Сначала давай разберем. Смотри. Во-первых, тут появился лучок. Я ненавижу эту зелень паскудную. Я ее всегда выкидываю. В добавках, да? Есть такие люди в чате. В каком чате? В каком чате? Ну, простите, стример, дурачок. В комментариях напишите. Я беру, знаете, как дошрак завариваю? Беру дошрак. Так. Открываю его, как ни странно. Открываю пачку первую, где приправа. Высыпаю все. А вот где вот эти травки зелененькие? И вот это выкидываю, только мясо выбираю. Я тоже так делаю. Да? Да, ты сухое мясо пробовал? Сухомятку его просто похавать. Ну, смотри, тут мяско появилось, там вообще не было мяса. Давай, пробуй. Да. Отличается очень сильно прямо от предыдущего. Курица. Или не курица? Структура лапши другая. И вот здесь оно такое, как будто, знаешь, ну, как сопли какие-то немножко. Не знаю, мне нравится наоборот. Не, по вкусу нормальная. Ну, обычная лапша какая-то такая. Просто такая чисто покушать. Просто как куриный бульон. Да, согласен. Кстати, мне кажется, она даже, знаешь, вот в этой вот такой вот пачечке. Вертик вот такой. Я предположу, что это... Это Китай. Это Китай. Нет, последний шанс. Сегодня это называлось? Нонголия. Да не было сегодня. Ну, все, вы два балла не получаете, выбирайте. Сейчас отбылось по флагу. А, Польша? Нет. А, это что? Индонезия. Да, блядь! Азинь. Я думал, что все. Индонезия. Индонезия. Найс. Вот из Леши вы не получаете балл. Так, ребят, у вас одно очко на двоих. Да, мы уже помним. Мы помним, спасибо, что напоминаешь нам. Леша у вас забрал очко. Нет, в любом случае, друзья, знаете, сегодня третья лапша невероятна. Мне кажется, даже премиум класс. Потому что здесь есть и горошек, и креветки, и морковка. Запаха нет почему-то. У тебя ковид, может? А, реально есть. Слушайте, реально говорю вам, это не какая-то там дешевая лапша. Да? Это прям вот и по вкусу вкусная, и по сути вкусная. И что здесь скажешь? Нормально. Нормально? Да, прям имбак какая-то. Самое лучшее из того, что было. Горошек на пятерочку. Креветочка. Ну, это прям такая, знаешь, дешевая-дешевая креветка, которая умерла давным-давно уже. Понятно. Нет, это самое лучшее из трех по вкусу, сто процентов. Запах отличный, и бульон отличный. Сука, разрекламировал. Ну, прям реально лучше. Она такая, с таким нежным оттенком, знаете. И сама по себе, сама по себе лапша имеет свою структуру хорошую. Где мы давление поднимем? Друга. Десяти шесть. В ротик положил, вроде наваристо. Чуть погодя, пустота. Нехорошо. Поэтому шесть. Но в любом случае вкусно. Вкусно, советуем. Какая страна? Индонезия. Нет. А ты можешь лево-право там говорить, центр там, нет? Залпом географа. Залай им карту, да? Вот это, да, карта, да? Да. Вон туда. Ага, вон туда. Да, туда. Америка? Да. Реально Америка? Изи. Блин, а что такое вкусное-то? А баночку оставишь? Ну, посмотрите просто, я тоже закажу. А, так что? Спасибо. Смотри, учитывая, что я демиург по лапше быстрого приготовления, это значит, что шарю. Семелье лапше. Семелье это, ну, доширье. Доширье. Доширье, в общем, мирового масштаба, уровня класса 5. Я думаю, я справлюсь с этой задачей. Надо было запомнить, какие называли дошивых вычеркнуть. Я этого не сделала, только сейчас это поняла. Я ела только один доширак, собственно. Парни, у вас нет шансов, вы понимаете это? Поставь лайк. Соб, а я что, в кадре? Нет. Нет, вообще нет. Нет, нет, тебя не видно. Так, смотри. Ой. Так, сначала надо, как-то Макс Брандт учить, сначала надо понюхать. Чтоб кончик досмазан. Вкус куриный, сразу чувствуется по аромату. Есть петрушечка, есть такой, знаешь, химозный куриный бульон. Давай, тестирай. Я посмотрю на тебя, если ты выживешь, то я попробую. Ну, я говорю, какой-то роутон один в один. Так красиво у тебя получилось накрутить, пипец. Ты права? Ну, реально очень один и один роутон. Ну, это точно, никакой не доширак. Я, давай предположим такую историю. Сори, мне нравится, как сударь реально выебывается тем, что он эксперт лапши быстрого суда, это приготовление. Где у нас еще может быть подобная приправа? Да, я тебя навожу просто на возможный вариант. Не навел. Я понял, ладно. Это страна, место рождения Даника. Ну, точнее, его корней. Казахстан. Нет. Азербайджан. Нет. Киргизия. А, уже была. Все, последний. Три, два, один. Пускай будет Китай. Нет. Что, скрываемся? Да. У меня стрит-флэш. Да, хрен его знает, откуда она вообще взялась. Сербия. Все, ребят, это Литва, идем дальше. Блядь. Слушай, ну, по запаху я уже чувствую, что это, ну, прям вот это хорошо. Я чувствую какое-то масло. Скорее всего, у меня есть предположение, что это так называемый мак-н-чиз. Скорее всего. Жидкий такой. Да, я знаю эту историю. Они продаются, типа, такие в коробочках готовые. Ты засыпаешь макарошки, потом насыпаешь туда, и они потом вот завариваются. Мак-н-чиз с беконом. Да. Для меня это просто реально рожки. Ну, просто мак-н-чиз для меня более такой плотный. То есть это прям вот, ну, прям студенческий мак-н-чиз, такой прям жиденький-жиденький. Ну, да, бекончик чувствуется, его даже вот видно, он здесь кусочками. Вопрос у меня будет наводящий слегка. Давай. У нас страны повторяются? Нет. Сто процентов. Клянусь, честер. Просто мак-н-чиз это вообще исконно американская история. Италия? Да. Бам! Сюда! Все, два очка? Сразу, когда вбросы. Два очка. С первого раза. Очень похоже на аромат. Я когда-то ела лапшу в такой красной упаковке, она такая была острая. Может быть, это Корея? О, нет, я... Ой! Ой! Острая? Я заблуж... Она не острая. Я заблуждался. Я увидел там горох и кукурузу. У меня в башке сразу... Роутон, типа. Вот. И, короче, получается такая история, что я хуйно знаю, что это за лапша. Вкусно очень. Блин, реально, я бы доела. По запаху мне не понравилось, что это. Очень странный набор специй. Тут как будто то ли мята какая-то. Что-то, Вьетнам? Нет. Азиатская страна. Ну, туда. Сингапур? Да. Да ладно, реально? Просто разнесли. Четыре очка. Блин, что-то мы как-то быстро... Вкус победы чувствуешь? Блин. Она стала еще вкуснее. Мы рады вас приветствовать. Меня зовут Леша. И сегодня я пришел с большим желтком. Телеканал, блядь. Леша Плюс. Леша Плюс. Что за говно? Я вижу, что... Это не вкусно. Молочная кашка. Как ты это понял? Ну, молочная. Как-то тут... Может, нам дошик на молоке заварили? Ребят, как будто бы это дошик 40-х годов. Здесь такие рогалики, как моя бабушка, вот помню, делала. Ты приходишь к кальяну, и говорят, у нас есть кое-что необычное. Я делаю на молоке. Я такой... Кс-кс-кс-кс-кс. А давай понюхаем. Сначала запах. Как там у вас раскрывается запах у футблогеров? Давай, давай, давай. А пахнет я... А чем пахнет? Пахнет сыром. Пахнет не сыром, а... Говном. Вы правы, мой коллега. Правила игры такие. Мы должны угадать страну, попробовав это, да? Да. Окей. Небольшое уточнение. Алексей, ты должен угадать. А он знает? А, это его канал. Тут не схвачивайся. Невкусно. Ну, тоже как обычно вкусно. Это какая-то макарона. Вкусно, так убавка. Сол, подождите. Он что, это макароны в молоке? Да, тут какой-то... Пошли, нахуй. Смотри, есть грибы, есть помидоры, есть... Ну, просто что-то очень богатое. Может, Израиль? Не. Ирак? Не. Ты знаешь, блядь, да? Ты знаешь или нет? Ну, я знаю. Какое-то сломается, знаешь, когда... Стас, стас, сделай вид, что они знают. Знаешь, где она все равно? Не. Очень хуёвый играет. Блядь, очень плохо. Давайте еще раз. Представайте, старайтесь реагировать. Давай еще разочек. Давай еще раз. Как будто бы в движении. Давай, давай, давай. Блин, слушай, что за страна, а? Я не знаю. Так, 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 ребят, вы можете лучше. Еще раз, дубль. Дубль 7, сцена поедания лапши. Блин, интересно, какая это страна. Как ты думаешь? Я не ебу. Вот это, вот это уже хорошо. Но вы можете лучше. Мы добьем, мы добьем. Давай. Привет, Стас. Блядь, Оскар сейчас принесет. Блядь, Оскар сейчас принесет. Давай. Дима, смотри, блядь, перезаписывать. Надо будет еще один дубль. Мы сейчас растянем ролик на 55 минут. Ёб твою мать. Ну все, пока Оскар не найдет. Не найдет. А ну-ка стоять, блядь. Сейчас, подожди. Сейчас говно сделает, блядь. Блядь, он все разносит там. Так, дубль 29, сцена поедания лапши. Привет. Леш, смотри. Привет, блядь, работай по тексту. Ладно. Дубль 79. Леш, смотри, вот мне не нравится молочная, вот эта жижа, она как-то вот отвлекает меня. Согласен. Так что, вот, а ты что думаешь этой лапше? Это абсолютно невкусно, Стас. Как ты думаешь, какая это страна? Не ебу. Бля, в этом умово было сом. Так, ладно, надо угадывать страну, мы все сожрали. Давайте уж, соберите. Казахстан, думаю. Я дам тебе подсказку, есть такой сыр. Мадагаскар, блядь. Ребята, сейчас вы видите, просто чисто случайно все, вот кат, вырезаем все подсказки Стаса. И я такой, спроси давай, ну. Какой-то страны, доширак. Господи, там очень много мельниц, да, наверное, еще? Господи, господи, столица Амстердам, наверное, Голландия. Ну, не совсем. Что? Обманул? Друг, блядь. А мы проект делаем общий. Голландия. Это одна и та же страна. Ну, блядь. Как, блядь, Норвей, ой, Нидерланды, блядь? Да. Вы что, охуели? Голланды. Переиграем. Так, блядь, какой же сыр, какой же сыр. Ни козий, ни российский, а какой он. Господи, Мазда, может быть, Мазда, может быть. О, страна, где очень много мельниц. Наверное, нидерландский сыр. Ёпта! Два балла, блядь, у меня перепонки лопнули, нахуй. А вообще это нормально, что, как бы, вы соревнуетесь с людьми, и один из вас знает все. Он не отгадывает. Брой, я всем подсказывал так же. А что они сидят, это, блядь? Пацаны, вот эти парики, вот этот, из группы Гри-Гри-Бы. Все сидит нахуй, блядь, это. Рожи кисла абсолютно. Нужно что-то освежающее делать, вот. Стараюсь, блядь. Монтажер, можешь, пожалуйста, это все оставить без монтажа? Вот следующее, я не знаю, что будет. Ой, это хорошо, это означает, что мы оба можем играть. Ребяточки, ну что, у нас второй доширак на столе. Сейчас у нас все честно, я не ебу, что это за доширак, он тоже, походу. Я вообще не ебу. Потому что он чисто. Россия, Казахстан, Турмекистан. Нет, Стас, подожди, надо... Сейчас. Сейчас, сейчас, ты лопаешь. Откуда? Так, ну тут остриночка есть. Вообще не попекивать, но очень вкусно. Попекивать, мне кажется, каждый раз, когда Стас пукает, блядь. Он говорит, попекает. Бра, а ты когда пукаешь, накрываешь одеялом себя? Я да. Я напоминаю, что это канал проедут. Я очень вкусный, я даже хочу... Нереально вкусный, просто это... Это очень вкусный дошир. Это точно не Казахстан? О, нет наших списков вообще, я не заказывал. Белоруссии и Казахстана в этом списке нет. Так, ну надо типа вот в ту сторону вот взять. Казахстан прям, да? Корея. Корейский? Нет. Это что такое, ты трогаешь? Узбекистан? А, монголы. Нет, давайте еще две попытки. Казахстан. Да, блядь. Нет, да. Егор Крид. Нет, блин, ладно. Что, Егор Крид? Казахстан. И кто-то после этого мне скажет, что я, блядь, знал, какие у меня дошираки в ролике. Да, очень вкусно. Ой, жирай, давайте следующую лапсу. Мне нравится, мне надо казахстанский сурочный доширак сюда. Я вот как-нибудь хочу намонтировать, у меня я какое-нибудь интервью беру, спрашивают про Лигу, я говорю, Лига это элита, элита Ютуба. И нарезать вот эти все моменты. А ты запопрекаешь под едиотом? Ребят, съемка, как всегда, когда Дима находится в офисе, превращается просто в самое лучшее шоу на свете. Мы не виноваты. Давайте все скажем Диме спасибо. Прямо сейчас в комментарии напишем, что Дима молодец. Дима молодец. Так, это обычный доширк китайский, наш. Ротун. Ротун. Давай попробуем. Сначала давай попробуем. Пацаны, вы сможете, я в вас верю. Скажи, это рядом с нами? Просто подсказки были, только наши, почему-то дуэту нашему, очень сложно. Я думаю, тут подсказывать не стоит, потому что в моем ролике я тебя кормил вроде таким. А, кореевые. Ты не узнал? Блядь, чувак, там просто когда принесли, я думаю, блядь, лишь бы он это не заметил. Кого не заметил? Кого, член там, блядь, торчал? Нет, ну там было то, что характеризует этот именно продукт. Ну, это китайский, китай, знаешь. Какой? Китай? Китай? Нет. Китайский, говорю, обычный дуршик. А чей он дурширак? Ну, российский Роллтон. Это бралось то, что производится, ими написано, производится у нас. Весь менеджмент с корейским. Ну, а производится где? В России. Ну. Это Россия. Это Россия. Это именно дурширак, и у вас 6 очков на двоих. Мы всех поимели, ты скажи, просто мне интересно, ну-ка. Всех в этом, в этом, блядь, в этом пространстве всех. Короче, мы только что победили в этих жестких трех парах. Даже. Сударя. Даже дурширолога. Дурширолога просто дернули. Просто вот подснимение их лиц. Посмотри, им же просто Леха так радуется. Попришли мы с желтком и разорвали всех. В этой неравной, даже я сказал бы, нечестной битве победил Леша Столяров. Ребяточки, ну что, ролик подошел к концу. Я надеюсь, вы поставили лайк, подписались, поставили колокольчик, написали, какой Дима молодец, поддержал наш ролик, сделал его более интересным, развлекательным. Так что, ребят, подписывайтесь и знаете, кто победил? Леша Столяров. Все.